всем привет меня зовут Алена Полюхович и сегодня у нас с вами такая новостная рубрика сегодня мы с вами поговорим что за последние пару месяцев произошло не в мире а именно в мире контекстной рекламы а конкретно в рекламе гугла что новенького для нас с вами припас google ads какие новые расширения какие новые возможности мы можем с вами использовать я думаю что вы тоже наверняка следите за обновлениями и старайтесь держать руку на пульсе ведь эта сфера контекстная реклама да и в целом маркетинг реклама это быстро меняющаяся сфера где все постоянно меняется появляются какие-то новые алгоритмы новые технологии и их обязательно нужно пробовать тестировать и применять на своих проектах важно всегда быть в тонусе но иногда за рутинными задачами мы не всегда можем увидеть полную картину рынка поэтому устраивайтесь поудобнее берите с собой любимый напиток кружечку чая или же кофе и мы сегодня поговорим о самых значимых нововведениях в мире контекстной рекламы и начнем мы с вами с того что google ads теперь тестирует новые значки рекламных расширений в поисковом объявлении новые значки свяжитесь с нами или купите сейчас размещаются во фрагменте поискового объявления google и иногда их может быть сразу два иногда может быть только какое-то одно из этих расширений google запускает новую рекламу автоматическую рекламу транспортных средств новый формат используют фиды данных из google merchant center то есть фиды данных о транспортных средствах для того чтобы сопоставлять их с поисковыми запросами пользователей касается это только что пока что сша к сожалению другой мир будет задействован позже в этой рекламе но если вы настраиваете какую-то подобную рекламу или у вас есть какие-то клиенты которые ориентированы на рынок сша с транспортными средствами вам новость это будет очень даже полезно теперь рекламодатели автомобиля могут рекламировать все свои транспортные средства потенциальным клиентам в google и такие объявления будут включать в себя изображение естественно транспортного средства марку пробег цену и так далее google будет сопоставлять пользователей с объявлением транспортного средства исходя из тех данных которые вы загрузили в фид которые вы поместите в google merchant center когда пользователь нажмет на объявление о транспортном средстве он попадет на ваш сайт именно с описанием конкретного транспортного средства на такой странице потенциальный клиент сможет получить больше информации и также заполнить конкретную лид форму сами же рекламодатели могут выбирать какие действия им измерять то есть это либо конкретно лиды либо же просто например посещение сайта ну и конечно сможете присваивать им ценность рекламодатели не смогут использовать такую рекламу для того чтобы рекламировать запчасти шины аксессуары и так далее либо какие-то услуги которые вы оказываете связанные с автомобилями здесь идет речь только о рекламе которая непосредственно рекламирует нам конкретную марку машины авто на продажу и так далее чтобы использовать такую рекламу необходимо будет создать фид данных и загрузить его в google merchant center в принципе логика такая же как с обычными торговыми компаниями когда мы рекламируем любой интернет магазин который продает много каких-то вещей здесь принцип такой же вам нужно будет иметь google merchant center необходимо будет его связать с google рекламы загрузить фид и потом с помощью этого фида настраивать рекламу почему google вообще решил ввести такую рекламу а все очень просто объясняется тем что потребительский спрос растет и по данным google за прошедший год количество автомобилей которые были куплены именно из интернета выросла потому что оно было составило 16 процентов в то время как три года назад это количество составляло всего лишь один процент и уже есть первые результаты рекламодатели которые использовали бы эту версию вот этой вот рекламы транспортных средств дополнили свои обычные поисковые рекламы данные рекламы они заметили что количество конверсии резко возросло и повысилось где-то на 25 процентов также google ads предоставляет новые рекомендации для компании discovery до сих пор показатель оптимизации показывался в google ads только для поисковых торговых и медийных компаний теперь же это будет доступно и для видео компании discovery теперь такие компании будут показывать оценку от нуля до 100 процентов где сто процентов будет означать что компании работают в полную силу основные обновления которых вы получите уведомление для таких компаний это исправление отклоненных объектов как показывать рекламу большему количеству клиентов и использование оптимизированного таргетинга для получения большего числа конверсий новые рекомендации для компании discovery направлены на то чтобы вы больше использовали автоматизацию с помощью аудиторий ведь у google есть функции которые помогают нам расширить аудиторию и которая поможет вашим единомышленникам потенциальным клиентам найти именно вас второй набор обновлений относится к автоматически применяемым обновлениям теперь вы можете автоматически применять рекомендации компании google на уровне управляющего аккаунта что же это значит это означает что больше вам не нужно заходить в отдельные аккаунты и применять рекомендации которые рекомендуют google именно отдельно вручную открывать каждой из этих рекомендаций применять его смотреть или же не применять google тестирует пока что только эту функцию автоматического применения но реакция пока что у пользователей неоднозначная на данный момент есть 22 рекомендации которые вы можете применить автоматически последние обновления включают в себя улучшение адаптивных поисковых объявлений а также обновление отслеживания конверсий конечно это значительно упрощает нам работу с аккаунтом работу с нашей рекламы с нашими объявлениями однако лучше всего придерживаться не только автоматических этих обновлений и расширений но и мониторить их в сочетании с ручными мониторингом с ручной оптимизацией потому что не всегда все эти обновления которые нам предлагают google они действительно нужны и полезны конкретно для вашей рекламной кампании для конкретной кампании возможно или же даже для конкретной группы объявлений как мы видим google продолжает обновлять свои рекомендации и показатели оптимизации и возможности его будут только расти и расти это дает вам возможность меньше сосредотачиваться на ручной оптимизации и дает больше времени и возможностей для стратегического анализа ваших рекламных кампаний но помните что с любым новым обновлением или же новой функции которую выпускает google нужно всегда проверять свою работу которую вы уже сделали до этих обновлений и подумать нужен ли вообще вам применять эти обновления имеет ли это смысл конкретно вашей ситуации показатель оптимизации это не окончательное решение для аккаунтов вы должны его использовать для того чтобы оценить эффективность отдельных аспектов вашей рекламной кампании ну и конечно вы всегда должны руководствоваться собственными суждениями потому что никто кроме вас лучше не знает вашего клиента и ваш товар и услугу и что в конце концов нужно вам и сколько вы готовы на это потратить ну а теперь давайте с вами поговорим об адаптивных объявлениях в поисковой сети потому что я думаю что вы знаете что к концу июня а это уже совсем не за горами у нас не будет возможности создавать больше развернутые текстовые объявления и останется возможность создавать только адаптивные объявления в поисковой сети и это вовсе не страшно для того чтобы адаптивные объявления в поисковой сети отлично себя показывали, отлично работали, показывали хорошие CTR и приносили нам конверсии, нам необходимо учитывать тонкости создания таких объявлений. Адаптивные объявления алгоритм собирает сам в произвольном порядке, так сказать, как конструктор. Ваша задача только продумать заголовки и описания, в то время как в текстовых развернутых объявлениях вы продумываете информационную часть, то есть две строки описания, вы продумываете три заголовка и вы сами продумываете, как между собой их комбинировать. Адаптивные объявления сделают это за вас. К адаптивному объявлению можно добавить до 15 заголовков и до четырех описаний, ну а это на минуточку 43 680 различных комбинаций. Лучше всего использовать все 15 заголовков и все четыре строки описаний, то есть прописать все по максимуму, все поля, так вы неплохо увеличите охваты и доберете себе конверсию за счет объема трафика. Пользователь в определенное время увидит объявление, которое состоит из двух-трех заголовков и двух описаний. Конечный результат объявления, которое покажется потенциальному клиенту, вы, конечно, не увидите, поэтому давайте с вами разберемся, как что писать, чтобы такие объявления были максимально эффективными. Во-первых, помните, что любой заголовок должен подходить к любому описанию, поэтому стоит немножечко посидеть, подумать и сделать независимые друг от друга варианты, потому что вы не знаете, как система будет сопоставлять какой заголовок с каким текстом описания. Чтобы не было билиберды, нужно продумать это все заранее. Вот здесь сейчас на скрине, на картинке вы можете увидеть, какие варианты заголовков плохие, какие хорошие и почему, потому что нам, где плохо, как мы видим, там система просто собрала три заголовка из 15, которые вы прописали и получается непонятно, о чем идет речь. Но на картинке справа мы видим, что заголовки вполне себе читабельны и мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Поиграйте с длиной заголовков и описаний. Конечно, в идеале мы должны прописать все 15 заголовков и напоминаю, что количество символов ограничено 30, а описание у нас 4. Описание строки по 90 символов, но вам абсолютно не обязательно использовать все 30 или все 90 символов. Вы можете прописать некоторые заголовки, которые состоят из 20 символов, какие-то из 25, точно так же и с описаниями, потому что чем больше мы даем разных вариантов для системы, тем лучше алгоритм будет комбинировать их между собой и тем больше вообще в целом у нас получится вариаций. Также не забывайте использовать ключи из групп в 3 заголовках и в половине описаний. Где-то до 15 заголовков, на 15 точнее заголовка используйте где-то 5 заголовков, куда вы вставляете ключи, и из 4 описаний используйте хотя бы 2 описания, куда вы также вставите ключи из группы. Так ваши объявления станут разнообразнее и качественнее. Не забывайте упоминать оффер и информацию о компании, потому что часто в заголовках мы используем информацию о скидках, о доставке, о типе товара и так далее, но очень часто мы забываем рассказать о нашей компании, например, о нашем опыте работы, сколько мы на рынке, сколько мы создали уникальных торговых предложений, например, продуктов и так далее. Возможно, у вас есть какая-то расширенная гарантия, например, не забывайте употреблять в заголовках именно ваши преимущества, потому что это совсем не банально и нетипично и делает ваше объявление более заметным, наряду с конкурентом. Пишите разными формулировками, пусть в ваших объявлениях будут как призывы к действию, так и уточнения, утверждения и даже вопрос, например, не знаю, нужны ли биодометрические системы и так далее, потому что только так с помощью оба тестирования вы узнаете, что сработало, а что нет, иначе никак. Не забывайте закреплять главную информацию, чтобы пользователь не прошел мимо, потому что два заголовка пользователи увидят однозначно, а вот третий это решит уже алгоритм систем. И для того, чтобы не произошло такого, что пользователь не увидит самое важное из вашего объявления, обязательно используйте ее функцию закрепить. Например, вы можете взять группу заголовков, где вы пишите информацию о компании, закрепить ее на первой позиции, а на второй позиции закрепить информацию о доставке, скидках и так далее. Вы можете закрепить и третью позицию, однако не факт, что пользователь третью позицию вообще увидит, тут уже решит сам алгоритм. Но помните, что при закреплении число показов снизится, а стоимость клика увеличится. Происходит это потому, что вы не даете системе возможности тестировать разные варианты, но зато вы точно знаете, что пользователи обязательно 100% увидят именно важную и нужную о вас информацию. Чтобы робот быстро протестировал адаптивные объявления, добавляйте в группу всего лишь одно адаптивное объявление в поисковой сети. Дело в том, что системе конечно же требуется время для того, чтобы протестировать разные варианты комбинаций и найти лучшую из них, поэтому не стоит увлекаться с количеством адаптивных объявлений в поисковой сети. Как я озвучила ранее, количество комбинаций просто огромное, поэтому поверьте, вам достаточно всего лишь одного адаптивного объявления в поисковой сети. Поэтому, если вы еще не использовали адаптивное объявление в поисковой сети по какой-либо причине, не знаю по какой, вы должны начать это делать прямо сейчас. И чем быстрее и раньше вы начнете создавать такие объявления, тем лучше. Да, алгоритм, конечно, здесь автоматизирован, он сам будет находить наиболее лучшие комбинации между собой и так далее, но все-таки анализировать данные, анализировать результаты, выдвигать гипотезы вам придется вручную. И чем быстрее вы разберетесь в алгоритмах Google Ads, и тем быстрее вы добьетесь по-настоящему хороших результатов. Также очень интересная и важная новость, это то, что в Google Ads появился новый способ измерения оффлайн лидов. Теперь измерение лидогенерации для маркетологов стало гораздо проще с введением Google расширенных конверсий для лидов. Конечно же, нам очень важно понимать, как наши лиды конвертируются. Легко иметь разрыв между сбором информации о пользователе в интернете в качестве лида и конечным результатом преобразования его в нашего постоянного клиента. И этот разрыв очень заметен, неважно работаем мы в сфере B2B или же B2C сегменте. И Google представляет решение, которое помогает рекламодателям измерять оффлайн-конверсии. Это расширенные конверсии для лидов. Их можно настроить в Google Ads или же в Google Tag Manager. Расширенные конверсии используют ваш уже существующий тег Google рекламы, который затем отправляет защищенные данные о конверсиях в Google безопасным и конфиденциальным способом. Информацию, которую вы получаете от потенциальных клиентов в интернете, то есть это адрес электронной почты, имя и так далее, она хэшируется и отправляется в Google. А затем эта информация используется для улучшения измерения конверсии. Чтобы настроить расширенные конверсии, вам необходимо иметь конкретную информацию о клиенте. Именно адрес электронной почты, имя и домашний адрес и также номер телефона. У расширенных конверсий есть много преимуществ. Это расширенная простая настройка, гибкая реализация и лучшая производительность. Нет никакой необходимости модифицировать или же изменять вашу существующую CRM-систему. Настройка расширенных конверсий гораздо упрощается. Инструкцию по настройке расширенных конверсий в диспетчере тегов я оставлю ссылкой в описании к этому видео, если для вас это актуально и нужно, можете заглянуть в описании и перейти по инструкции. Если же вы не используете диспетчер тегов, но у вас есть глобальный тег сайта, то тогда есть также отдельная инструкция по внедрению, которую я также ссылочкой оставлю в описании к этому ролику. На сегодня это были самые важные яркие новости в мире рекламы, а конкретно в Google Ads. Если вам было полезно, обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь им в соцсетях, возможно кому-то тоже будет полезно узнать новости рекламы. Также напишите свои вопросы, если они у вас остались, оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступай в нашу телеграм-группу, не забывайте также про наш инстаграм-аккаунт и надеюсь вам действительно была полезная информация, напишите в комментариях какая новость для вас кажется наиболее интересной из всех обновлений, который выкатил Google Ads. Ну и до новых встреч и хороших вам продаж!